Всем привет, с вами канал Всего Планшета, хотим о сегодняшнем видео урока рукописный ввод на планшете. Что такое рукописный ввод, я думаю объяснять не нужно, это понятно, но здесь я хочу пояснить такой момент, который касается поддержки теми или иными устройствами рукописного ввода. Так вот, на самом деле не все планшеты поддерживают предусмотренную производителем функцию рукописного ввода и понять это можно очень просто. Обычно для рукописного ввода используется стилус, специальная ручка, которая взаимодействует с планшетом. И если она в комплекте есть, то это означает, что устройство поддерживает рукописный ввод и соответственно в самом устройстве, то есть в самом планшете должна быть специальная программа или несколько программ, которые предусмотрены для удобного использования рукописного ввода текста. Если же нет стилуса и большинство моделей популярных известных планшетов, как раз таки стилуса не имеют и таким образом это означает, что рукописный ввод используя стилус для таких устройств недоступен. Однако это не означает, что мы не можем вообще в принципе использовать рукописный ввод. Дело в том, что иногда мы сталкиваемся с ситуациями, когда нам необходимо быстро что-то написать, какую-то пометку сделать, например записать какой-то номер телефона или может быть не номер телефона, но какую-то информацию, адрес какой-то записать или еще что-то. И для этих целей удобнее нередко использовать именно рукописный ввод и в таком случае у нас есть возможность реализовать это на нашем планшете. В частности, сейчас я речь поведу о планшете на базе Android и здесь все довольно просто. То есть нам достаточно скачать и установить на свой планшет специализированные приложения, которые помогут нам решить эту проблему. Ну, начнем по порядку. Начнем мы с Microsoft Office. Ну, как бы на моем планшете в данный момент установлено только приложение Word. Вот оно. Однако, в принципе, здесь не имеет значения. То есть это каждое из этих приложений Office, то есть Word, Excel. Это как бы самостоятельное приложение на Android и, соответственно, здесь принцип, в общем-то, один и тот же. Нам необходимо установить, запустить это приложение и, ну, например, вот мы создаем новый документ. Вот открывается окошко, в котором мы уже можем набирать текст. Вот таким образом у нас будет осуществляться стандартный набор текста, когда мы просто набираем какие-то слова, которые нам необходимо записать в документе. Но если нам необходимо активировать рукописный ввод, то для этого необходимо перейти к разделу «Рецензирование». И здесь мы можем активировать, использовать рукописный ввод. Но эта возможность для нас доступна только в том случае, если сам планшет, само ваше устройство, оно поддерживает рукописный ввод. Если же рукописный ввод не поддерживается, то, соответственно, здесь мы сможем набирать текст только обычным стандартным способом, когда мы используем всплывающую сенсорную клавиатуру. Однако, как можно эту проблему решить? Решить ее очень просто при помощи специальных дополнительных приложений. В частности, одно из самых популярных – это приложение под названием «Google Рукописный Ввод». Вот ярлычок этого приложения. Его можно абсолютно бесплатно скачать и установить на свой планшет. Я хочу подчеркнуть именно этот момент, что приложение бесплатно, потому что очень многие приложения, предназначенные для рукописного ввода, являются платными. В частности, есть одно из очень известных, популярных приложений – Quill. Однако, для того, чтобы им пользоваться, его необходимо оплатить. То есть, бесплатно использовать его нет возможности. И это же касается и некоторых других приложений, которые также, несмотря на то, что, в принципе, являются удобными, в то же время являются и платными. И вот в этом плане приложение «Google Рукописный Ввод» выгодно выделяется. Также я установил еще «Блокнот Плюс» приложение, о котором мы с вами тоже немножко позже поговорим. Итак, перейдем к приложению «Google Play». Как оно работает? То есть, само по себе это приложение, оно не является программой для ввода текста. То есть, в самом приложении «Google Рукописный Ввод» мы не можем создавать какие-то документы или какие-то файлы для рукописного ввода. Но мы можем использовать «Google Рукописный Ввод» как способ ввода текста. То есть, это как своего рода клавиатура, которую мы можем установить на устройство. То есть, все, что нам необходимо сделать, это перейти в общие настройки нашего планшета и, найдя раздел под названием «Язык и ввод», в этом разделе установить «Google Рукописный Ввод» как клавиатура по умолчанию. Вот мы ставим галочку, жмем «Ок», подтверждаем информацию. Также мы можем его настроить, это приложение, то есть, внести какие-то определенные поправки в его работу таким образом, чтобы приложение было для нас максимально удобным. Итак, мы установили это приложение как способ ввода текста по умолчанию. И теперь вернемся к нашему текстовому документу. И теперь, чтобы набрать текст, нам уже не требуется сенсорная клавиатура. Мы будем использовать... Нажимаем пробел, удерживаем. Здесь у нас есть возможность переключить способ ввода. Вот мы находим наш способ ввода Google Рукописный Ввод. Ставим маркер сюда. И теперь можем, собственно, использовать этот метод ввода. Для того, чтобы его использовать, нам необходимо в этом поле писать слова, которые мы хотим вводить. Ну, к примеру... Вот мы слово написали, и приложение распознало этот рукописный текст и интерпретировало его в уже понятные нам печатные символы. Продолжим. Обращаю внимание, что программа достаточно умная. То есть, она понимает о том, что эти слова пишутся отдельно и автоматически устанавливает пробелы. Вот. То есть, вот, как видите, и набор символов достаточно просто. Вот вопросительный знак. Просто вот таким крючком можно ввести и даже точку не надо ставить. То есть, программа очень удобная в этом плане. И, пожалуйста, мы можем использовать ее для внесения рукописного текста. При этом программу, конечно, перед использованием желательно настроить. То есть, вот, если ее запустить в Google Рукописный Ввод, то нам необходимо, собственно, что сделать? Нам необходимо ее включить. Необходимо скачать языковые пакеты, которые мы будем использовать. Выбрать это приложение, как мы это уже делали в настройках системных нашего устройства. И после этого можно с ним работать. Оно будет использоваться в таком случае в любом текстовом редакторе. То есть, вот мы можем запустить, например, не только Word. Вот у меня есть приложение WPS Office. И здесь, если мы создадим новый документ и вздумаем что-то писать, то, опять же, мы можем использовать этот рукописный ввод. И все у нас, в общем-то, в этом плане, как вы видите, получается. Теперь немного поговорим о приложениях для быстрых заметок. То есть, как бы минусом Google Рукописного Ввода является то, что нам необходимо запустить специальное отдельное приложение, текстовый редактор какой-то, и в нем уже создавать наши какие-то заметки. Но можно поступить значительно проще. Если нам быстро что-то нужно записать, можно использовать быстрые заметки, где также поддерживается рукописный ввод. У меня два таких приложения есть. Блокнот Плюс и Квик Мемо. Ну, начнем с Блокнот Плюс. Это приложение выглядит вот таким образом. Его также можно совершенно бесплатно скачать и установить на свой планшет. Здесь мы просто нажимаем плюсик и создаем новый документ. При этом мы можем выбрать цветовую схему. Это та, которая нас, к примеру, больше устраивает. Ну, вот возьмем листочек тетрадных, клеточку. И здесь что-то напишем. Ну, к примеру... То есть здесь мы видим, в чем здесь как бы особенность этого приложения. В том, что оно не интерпретирует рукописный текст под печатный и выдает его как печатные буквы. А приложение фиксирует непосредственно наши заметки именно в том виде, в каком мы пишем. То есть мы просто написали рукописный текст и приложение этот текст как картинку сохраняет. И затем впоследствии мы можем, например, вернувшись к этой заметке, просмотреть, что мы там записали и как-то отредактировать или вспомнить информацию, которую мы здесь записывали. То есть фактически это тот же самый блокнот, бумажный, только в электронном, скажем так, виде. Но как бы минус этого приложения заключается в том, что здесь не так уж много настроек на самом-то деле. И также документы, которые мы создаем, то есть вот такие блокнотные заметки, они хранятся непосредственно в самом приложении. И в случае, если с приложением что-то произойдет, то есть риск того, что вы свои заметки можете потерять. Поэтому, конечно, безусловно, было бы большим плюсом, чтобы заметки, которые мы создаем в этом приложении, они где-то хранились в отдельной папке, ну, к примеру, в галерее. И чтобы мы могли иметь к ним доступ не только из этого приложения, но и из любого другого. В частности, вот именно так работает приложение QuickMemo. Это приложение также можно скачать и установить совершенно бесплатно в Google Play. То есть фактически, опять же, это обычный блокнот. Здесь можно выбрать различные варианты написания текста. Причем один из них – это написание текста непосредственно на экране, когда мы просто берем и пишем, делаем какие-то заметки прямо на экране, когда у нас, к примеру, нет времени для того, чтобы открывать какое-то приложение, запускать. То есть все можно сделать быстро. Вот у нас есть терочка, с помощью которой можно наши пометки удалить. Вот, ну, собственно говоря, заметка. Вот, нажимаем карандашик вот здесь, у нас откроется вот такое меню, в котором мы можем выбрать, что, какой инструмент мы будем использовать для набора текста, толщину штриха, который мы будем использовать, его цвет можно выбрать, ну, вот синий, к примеру. И, собственно, можно переходить уже к набору заметки. Ну, к примеру, нам нужно написать какой-то номер 555-321 и какую-то фразу, да, написать. Все, мы написали нашу заметку. Все, что нам остается сделать, это нажать вот здесь дискетку, сохранить. Мы получим сообщение о том, что наша заметка сохранилась. И теперь, для того, чтобы нам к ней перейти, если нам это необходимо, мы можем просто перейти в галерею. И в галереи будет отдельная специальная папка, которая так и называется, Quick Memo. И именно в этой папке у нас хранятся все наши заметки, которые мы здесь, в общем-то, создаем. И таким образом мы имеем возможность перейти к нашим заметкам и их просматривать, и даже редактировать, если есть в этом какая-то необходимость. Ну, и так далее. То есть, приложение простое, удобное. Оно располагается вот здесь, в списке устройств и процессов, которые запущены. То есть, мы имеем возможность здесь быстро перейти к этому приложению и в любой момент сделать какую-то заметку. В этом плане приложение очень удобное. И приложение Quick Memo, приложение Black Note Plus поддерживает рукописный ввод пальцем. То есть, я вот эти слова, которые я писал, я писал, используя палец, потому что мой планшет не поддерживает использование стилуса. Но, как видите, все, в принципе, довольно удобно. И именно на это и было рассчитано приложение, что его можно использовать на планшетах, в которых нет поддержки рукописного ввода с помощью стилуса. И вместо стилуса можно просто использовать палец. Ну, в принципе, вот это и все. С вами был канал Все Планшеты. Всем пока. Я помню, что любую проблему можно решить. Главное, знать как.